Привет, друзья! Еще одна классная ситуация-определитель интересного сорта девушек, в этот раз уже не фраза-определитель, а ситуация-определитель, это когда девушка не называет свой адрес. Конечно, не идет речь о том, чтобы она каждый раз, всякий раз называла буквально вот свой дом с номером, с корпусом, да, и обязательно подъезд, квартиру, этаж, не обязательно, но очень часто бывает ситуация, когда девушка вообще избегает как-то даже хоть приблизительно указать свой дом. Как это было у меня не раз, у девушки спрашиваешь, а где ты живешь? И она говорит, Юзао, например, юго-западный автономный округ Москвы, там миллионы людей живут, это гораздо больше, чем у всех нормальных людей город. То есть, ну, понимаете, это такое, как послали лесом тебя там на три буквы, то есть она уточнила примерно три ветки метро, на которых она предположительно ездит, на которых может ездить, да, то есть вот такое уточнение. Почему такое происходит? Это верный показатель того, что человек не, во-первых, не разбирается в людях и, во-вторых, безответственно вообще относится к своей жизни и к отношениям. То есть одно дело, когда девушка просто работает на работе, пришел какой-то тип непонятный и помимо каких-то дел просто начинает к ней клеиться, подкатывать и еще и спрашивать, где она живет. Понятное дело, она может быть сколь угодно в ужасе и может хоть полицию вызывать, если он будет слишком настойчив. Но когда происходит спонтанное знакомство, когда происходит веселый флирт, когда девушке нравится общаться с этим человеком, она сама продолжает это общение, ей здорово, она показывает ему всяческие знаки внимания. Он потом спрашивает, а где ты живешь? И она говорит, ну вот там в каком-то огромном районе. Или иногда прямо говорят, ну не скажу. Ну как бы я так просто не говорю никому, где я живу. И почему? Ну почему ей нужно специально вводить какое-то затруднение в разговоре, какое-то ограничение, да? Почему? Потому что у нее есть некий негативный опыт. Какой негативный опыт? Что кто-то ее преследовал, что кто-то какие-то проблемы ей чинил, да? Кто-то ее там начинал стыдить, позорить при всем дворе. А вопрос, почему так происходит? Почему? Потому что девушка не знает, как правильно общаться с людьми, она не понимает, как работают у них чувства. То есть она может человека возбудить и потом еще пораздражать и просто оставить, вот так бросить уйти. Может человека разозлить и считать себя полностью во всем правой. Ну то есть я задумался сейчас, можно конечно быть во всем правым, а кто-то разозлиться из-за этого. Но я имею в виду, что девушка может пытаться общение с кем-то построить, при этом зля человека, что вот он взбесится, да? Он будет разгневан, а она как бы будет пожимать плечами по этому поводу и не будет ничего предпринимать. То есть она не переживает о чувствах человека, не заботится. И потом получается, что какой-то гнев, какое-то отчаяние, какая-то истерика выплескиваются в нее. То какими-то надписями на асфальте «Я тебя люблю», то кто-то ее подкарауливает, чтобы на нее напасть и там орать. И не знаю, еще и ударить может кто-нибудь и что-нибудь такое. Или в подъезде распишет баллончиком что-нибудь про нее. Какую-нибудь интересную правду на стенах, как это обычно бывает в подъездах. То есть у нее есть либо аж такой негативный опыт, либо чаще это бывает, ну просто, скажем так, у нее еще с подросткового возраста уже какие-то такие проблемы начинались. Она сложила представление о том, что вообще вот такая тенденция имеет место. И она это приняла. То есть она не задумывается, что она не умеет эффективно выстраивать отношения с людьми. А она просто перебирает, перебирает. И пока она может перебирать кавалеров и посылать их, даже не обязательно кавалеров, но ухажеров, скажем так, смотреть, выбирать, кто ее по каким ресторанам вводит, кто какие предложения делает. И вот посылать. Пока она может закрыться в своем домике, она закрывается. Она не хочет учиться мягко, аккуратно, дипломатично, грамотно общаться, да, чтобы люди были расслаблены, чтобы все ее уважали, ценили. Нет, проще не давать свой адрес. И это как раз и говорит о безответственности. То есть она только уповает в своей жизни на полицию и на скрытие информации о себе. И ищет только такого человека, который будет полностью удобен, полностью понятен, полностью предсказуем. Это вот как раз с предыдущим видео, да, про фразу-детектор, если будешь хорошо себя вести, да. Вот фраза, которая отфильтровывает таких девушек. А это вот как раз вот такая девушка, которая ищет подкаблучника, очень удобного, очень понятного. И вот когда она его найдет, уже она с ним будет общаться. Конечно, есть ряд случаев, когда девушка все равно только у него будет ночевать и только к нему переедет. Да, все равно не будет говорить, где она живет, потому что, допустим, ей стыдно показывать, что она живет где-нибудь в ужасном каком-то убитом панельном доме с мамой и с бабушкой. Ну, это уже отдельные ситуации, а главное, что когда, ну, обычно, когда находят удобного, да, с ним уже там, пожалуйста, общаются, ну, как бы раскрывают информацию. А с какими-то пока недавними знакомыми вроде бы все хорошо, вроде бы знаки внимания, вроде бы девушка уже показывает, что она и готова ко всему, да, но я не скажу, где я живу. Вот так это происходит, поэтому если кому-то из вас нужны не какие-то короткие цели, да, а строительство серьезных длительных отношений, то знайте, если человек отказывается сказать, где он живет, это, ну, как сказать, если мужчина отказывается, это тоже плохо, но там немножко все по-другому, мужчина-то не боится, что девушки прибегут и будут его преследовать. Мужчина-то как раз любит, когда его преследуют девушки, а вот именно это сейчас касается девушек, то есть это не работает симметрично для обоих полов, именно девушек, когда девушка не раскрывает, где она живет, это говорит о том, что она прекрасно сама знает, что она не умеет управляться с отношениями, она не умеет выстраивать общение, которое ей подконтрольно, и она не бьет тревогу, не учится этому, а просто надеется на полицию и на сокрытие информации, то есть это не очень хороший подход, и нужно очень-очень сильно присматриваться к такому партнеру. Мотайте на ус, с вами был Торвальд, пока. Субтитры создавал DimaTorzok